Аристар Хриддар, Саша Токсик, Игрок 2 Читает Сергей Удилов Глава первая Юра протягивает мне руку. Я без особого смущения пожимаю ее и сажусь напротив него за стол. Если его это и удивляет, то вида он не подает. Удивиться есть чему. Вряд ли меня таким образом в гости каждый день приглашают. Нормальный человек бы в этом случае рассердился, испугался, возмущаться бы начал. А я, как ни в чем не бывало, присаживаюсь и жду. Но Юра относится к тому типу людей, которых смутить в принципе невозможно. Он молча наливает в оба бокала коньяк и салютует своим. Ну что, за знакомство. Коньяк хороший. Не то, чтобы я был специалистом того уровня, чтобы на вкус отличать, предположим, крымские сорта от грузинских, а те от армянских. Ну уж, хороший коньяк от плохого отличить я точно могу. Так что с удовольствием смакую благородный напиток, ставлю бокал на стол и небрежно закусываю виноградинкой, оторвав ее от большой грозди, лежащей в большом металлическом блюдце. Юра с улыбкой наблюдает за мной. Все это напоминает встречу двух шахматных гроссмейстеров, которые еще до игры прощупывают друг друга. А вот только доски между нами нет. Есть кое-что более интересное. Жестом фокусника он извлекает из кармана колоду, небрежно тасует ее. Сыграем. У Юры большие ладони с толстыми грубоватыми пальцами. Он явно привык к тяжелой работе и не похож на пианиста, с которыми обычно сравнивают шулеров. Сам Юра рассказывал, что он работал и бендюжником, и моряком, и строителем. Причем каждый раз версии его прошлого менялись. Улыбчивое открытое лицо, внимательные темные глаза. Удивительного обаяния человек, при том оно у него исключительно профессиональное. Как говорил герой известного фильма, вежливость – главное оружие вора. В этом отношении обаяние точно так же необходимо всем мошенникам. — Сыграем, — предлагает Юра, выводя меня из задумчивости. Вынужден отказаться. Вежливо улыбаюсь я. — Отчего же? — приподнимает он брови. — Денег нет, — простодушно отвечаю. — Можно без них. Теперь уже мой черед удивляться. — Без денег игры не будет. Кто же играет без интереса? Юра смеется, словно я чрезвычайно удачно пошутил. — Так и можно в долг. — В долг не играю, — категорически говорю я. А вот коньяку бы еще выпил. Вкусный коньяк. Юра складывает колоды стопкой, кладет на стол и поднимает глаза на человека, который меня привез. Тот все время стоит за моим плечом, не издавая ни звука. — Видал? — весело спрашивает Юра. Он радуется так, словно я только что удачно ответил на экзамене или прошел какое-то серьезное собеседование. — Подходит, — басит молчаливый. — Вот, и я думаю, что подходит. Проспорил ты мне, говорит Скотч, рванец тебя. Юра снова оборачивается ко мне и поясняет. — Ребята давно тебя приметили. Только думали, что ты на этом деле сидишь. Заметив мой непонимающий взгляд, продолжает. — Что игроман ты? — Иначе зачем человеку твоего положения в карты играть? Поначалу решили, что ты гастролер, залетный. А потом проверили и правды. Писатель. Это слово он тянет нараспев. Получается у него писатель. А после этого еще и хмыкает, удивляясь такому невероятному обстоятельству. Потом решили, что ты отказаться от игры не способен. Таких ведь пруд пруди. И адмиралы есть, и директора, и депутаты, и даже прокуроры. Сегодня он при погонах сидит, а завтра в Катране последнее просаживает. И ведь не дернется никуда. Свои же с должности снимут и из партии погонят, если всплывет. Да ты же ведь, наверное, знаешь все, чего я рассказываю. Знаю, киваю я. И то, что я не из таких, тоже верно. Вот поэтому, мил человек, есть у меня к тебе предложение. Юра склоняется над столом, и становится понятно, что именно сейчас начинается тот разговор, ради которого меня сюда привезли. Все, что было до этого, обыкновенная проверка. Присмотрелся я к тебе, говорит Юра. Крепко присмотрелся, и то, что я увидел, мне понравилось. Так что сейчас расскажу я тебе один секрет. Если ты думаешь, что я грозить тебе буду, мол, никому этот секрет не выдавай, то ошибаешься. Кроме нас с тобой, он и даром никому не нужен. Ты можешь согласиться после моих слов, а можешь встать и уйти. И никто тебе слова не скажет. Но только сдается мне, что ты не уйдешь. Не той ты породы, наш ты, игрок. Ты, говорю, не тяни кота за яйца, а то время позднее, а меня в ресторане люди ждут. Юра чуть заметно морщится. Задил я его все-таки, раздосадовал, но моментально берет себя в руки. Собирается к нам в город человечек один, говорит он. Большой человечек, денежный. С такими деньгами, Федор, что тебе и не снилось. Те ребята в Приморской, которых ты обчистил, по сравнению с ним, что детвора в песочнице. Ну так и что вам мешает человечка этого в оборот взять, говорю я. Только не рассказывай мне, что у тебя своих умельцев не хватает. Хватает, вздыхает Юра. Вот только знает он их всех наперечет. Осторожный. И сам по рождению местный, ялтинский. Бывает он здесь каждый год и приезжает играть, но играет только с фраерами. Уже несколько лет подряд к себе ни одного шпилевого не подпустил. Догадываюсь, к чему Юра ведет. Я ведь мало того, что человек новый, у меня еще и легенда идеальная. Проверяя меня, не проверяя, кажусь тем, кто есть член Союза писателей. Здесь в командировке играю для интереса. Не бывает таких катал, слишком все гладко. Ты, Федор, не сомневайся, Юра истолковывает мою задумчивость по-своему. Мы тебя к этому человечку сами подведем. Подадим его, можно сказать, тебе к столу готовеньким. Вышел, обчистил, ушел. Так а мой в чем интерес, спрашиваю? Половина всего, что возьмешь, твое, говорит он. Ну и поверь мне, Федор Михайлович, ты таких денег даже представить себе не можешь. И детям твоим, и даже внукам хватит. Я смотрю на Юру и понимаю, что он не врет. Причем не врет ни в едином слове. И суммы проигрываются огромные. Ни десятки, даже ни сотни тысяч. Где-то у людей по домам, по сараям, по чердакам, в потертых чемоданах, в патефонных коробках, даже в мешках лежат миллионы. И эти миллионы нельзя потратить никаким образом. Можно гульнуть в ресторане. Можно через третьи руки купить себе приличный автомобиль или даже кооперативную квартиру и все. Можно заказать себе перстень с печаткой и купить жене или девушке норковую шубу, обвесить ее золотыми цепочками. И это потолок. Как показал подпольный миллионер Корейка, потом принявший у него эстафетную палочку Остап Ибрагимович Бендер, невозможно быть миллионером в Советском Союзе. Не радость это, а скорее абуза. Так что я со спокойной совестью допиваю коньяк, встаю из-за стола и вновь протягиваю руку. Спасибо, Юра, за приятную беседу. Но я, пожалуй, пойду. Я на тебя не давлю, говорит Юра. Время есть. Неделя, может, больше. Так что у тебя всегда есть возможность передумать. Лучше на меня не рассчитывайте, говорю. Поищите другой вариант. Возвращают меня в точности в то же место, откуда и забрали, к крыльцу Орианды. На этот раз я еду спокойно на заднем сиденье, правда, по-прежнему в полном молчании. Водитель молодой, белобрысый парень. Даже не оборачивается в мою сторону и никак не реагирует, когда я желаю ему доброй ночи перед тем, как захлопнуть дверь. Внутри ресторана еще слышны звуки праздничного банкета, но мне туда уже не хочется. Кажется, что какая-то очень важная страница в моей жизни сегодня перевернулась и больше уже никогда не будет открыта. Не спеша я иду по набережной, смешавшись с веселой толпой отдыхающих. Жадно ловлю звуки музыки с открытых веранд кафе и ресторанов, которые перебивают друг друга. Вдыхаю свежеморской воздух и слушаю плеск волн. Повинуясь минутному порыву, подхожу к самому парапету, туда, где вода плещется прямо подо мной. Достаю из кармана колоду карт, правильную колоду, без шестерок, и по одной плоско, точно, блинчики, запуская их в темную воду Черного моря, надеясь больше к ним никогда не прикасаться. Бросив последнее, отряхиваю руки и оборачиваюсь. «Евстегнеев Федор Михайлович», — окликает меня, — вижу мужчину непримечательной внешности, стоящего возле серой двадцать первой «Волги». Автомобиль на набережной само по себе нонсенс. Сюда в пешеходную зону просто так не пустят, да и мужчины на вид, прямо скажем, специфические. Некоторые профессии накладывают на внешность неизгладимый отпечаток. Это я вижу и как писатель, и как игрок. Он самый, не вижу смысла отпираться, чем обязан. «Позвольте с вами побеседовать», — говорит мужчина. «О чем?» «О том самом, чем вы только что загрызнили акваторию Черноморского побережья», — усмехается он, — «о картах». «Витя, там тебя Егоров вызывает». Голос недавно переведенного из Киева коллеги отвлек следователя Ялтинской прокуратуры Виктора Сергеевича Болотина от достаточно тяжких дум. А все дело было в деле. Вот уж неловкий каламбур на грани тавтологии, которая Виктор Сергеевич тащил уже несколько дней. А именно об убийстве залетных шулеров. То, что орудует целая банда, стало понятно практически сразу. Одиночке такого просто не совершить. Плюс экспертиза показала, что убивали жертв минимум двое. И эти двое точно знают, как браться за оружие. Раны на телах жертв даже не говорили, а буквально кричали об этом. В связи с этим Болотину было даже как-то не по себе от того нелепого наезда на московского писателя... Как там его? Евстигнеева, да. Это только на первый взгляд он производил подозрительное впечатление. А на самом деле, ну никак не мог ни в чем подобном участвовать. Но не это было главное. Главным было какое-то звериное чутье, которое, как у хорошего следака, было уболотено. Виктор Сергеевич нутром чувствовал, что убийство это не последнее. Вот только сделать ничего было нельзя. Вся местная криминальная или около того шушера выглядела как будто парализованной. Все как воды в рот набрали. И осведомители, которые и являются главным активом в подобных делах, ничем помочь не могли. Конечно, Болотин не сомневался, что рано или поздно распутает эту ниточку. По-другому и быть не могло, но все равно. Чувствуя, что из-за него и его нерасторопности могут погибнуть люди... На шулеров тому подобную гнусь ему было плевать. Притом люди случайные вызывало самое настоящее отчаяние. «Иду», — ответил Виктор Сергеевич. И, поправив форменный мундир, его начальник-советник юстиции первого класса Кулемин был практически педантом, отправился в кабинет. Пройдя пяток гулких коридоров и поймав на ранних залысиных парочку солнечных зайчиков из окон, Болотин остановился возле обитой дерматином двери, еще раз поправил мундир и, постучав, вошел в кабинет. «Вызывали, Павел Федорович». «Да, Витя вызывал», — кивнул Егоров. Тот был в кабинете не один. Кресле напротив необъятного стола сидел уже пожилой мужчина в ничем не примечательном коричневом костюме. Незнакомец вот вообще ничего из себя не представлял, но Болотин был слишком хорошим следователем, пусть и слишком долго задержавшимся в Ялте, чтобы не понять, что перед ним его коллега, и, судя по тому, как с незнакомцем держался Егоров, очень важный коллега, может быть, даже особо важный. Егоров между тем продолжал. «Витя, познакомься с Олегом Петровичем Федоровым, государственным советником юстиции второго класса и следователем по особо важным делам генеральной прокуратуры». «Приятно познакомиться, Виктор Сергеевич», — сказал Федоров, и, встав, протянул Болотину руку. Руку пожатия получилось крепким, при этом Виктор успел заметить, что на правой руке уважняка отсутствовал мизинец, а вся ладонь была покрыта паутиной застарелых шрамов. «Где это вас, товарищ Федоров?» — спросил Болотин, имея в виду руку. «Воевал». Последовал короткий ответ. Затем Федоров сделал несколько шагов по кабинету Егорова, посмотрел в окно и перешел к главному. «Я забираю вас в свою группу, товарищ Болотин. Догадываетесь, чем будем заниматься?» «Убийцами шулеров?» «Гадать тут было нечего, все и так понятно». «Верно. Вот, смотрите». С этими словами Федоров достал из своего портфеля увесистую папку с документами и фотографиями. «Всего за последние семь лет было восемь подобных случаев. Ваш девятый. Везде почерк очень похожий, поэтому все это и объединено в одно дело. Эпизоды номер один и два о Батуме, 1965 год. Между эпизодами две недели». Перед Болотиным были фотографии и показания. Из них следовало, что 17 июля 1965 года в своем дачном домике был зарезан известный грузинский шулер Ираклий Тадуа со своим вторым номером и его младшая сестра, девушка 17 лет. «Спустя две недели в окрестностях того же города еще одно убийство и снова катало на сей раз один. По показаниям окружения жертв, убийцы завладели 17 тысячами рублей и золотом на общую сумму еще в 40 тысяч», — добавил Федоров. Болотин на это только кивнул. «Ну да, грузинская СССР очень небедная. Логично, что тамошние каталы могли золото иметь». Дальше 1969-й, Клайпеда, Литовский СССР. И снова взгляд Болотина уперся в две стопки фотографии. И снова жертвами стали каталы плюс женщина, на сей раз официантка подпольного Катрана, который держал один из погибших. «А здесь какая сумма?» — спросил Виктор Сергеевич. «Удалось установить только приблизительно. Убийцы вынесли всю кассу заведения, в котором произошло первое убийство. Скорее всего, там было тысяч пятьдесят. И еще примерно десять тысяч во время второго. Под номерами пять, шесть, семь и восемь значились зверские расправы с шулерами в Кисловодске и год назад в Туапсе. Общее количество жертв составило аж десять человек. И вот теперь девятый эпизод Ялта 1972 года». «Я так понимаю, что скоро будет и десятый эпизод», — сказал Болотин, когда Федоров закончил. «Тут не надо быть шерлокомцем, чтобы понимать логику и видеть, что местом преступления всегда являются курорты и все случаи парные. Может быть, есть еще что-то, что связывает эти убийства?» «Вы задаете правильный вопрос, товарищ Болотин. Часть жертв была, как говорится, залетными, приехавшими на курорт срубить денег у отдыхающих». «Понятно, Олег Петрович. Скажу сразу, мы отработали по местным. Все как воды в рот набрали, молчат, никто ничего не знает, не слышал, не видел». «Это понятно, Виктор Сергеевич, все как всегда. Если бы было не так, то я бы сейчас с вами не разговаривал». Болотин хотел еще что-то сказать, но осекся на полусловие, достал из внутреннего кармана сигареты, уже было собрался прикурить, но вспомнил, где находится. «Разрешите?» — спросил он у Егорова. Начальник молча кивнул и достал пепельницу. Болотин молча курил, стряхивал пепел от своего казбека в поданный хрусталь и смотрел, как струйка дыма под напором воздуха из кондиционера разносится по всему кабинету. Затем он со скрипом затушил окурок и сказал, «Узнайте, товарищи, я уверен, что нам нужен живец, тот неместный, но при этом успевший сделать себе имя и при этом готовый на сотрудничество, при том не по принуждению, а добровольно, — Витя, ты так уверенно говоришь, что складывается впечатление, будто твоя речь о конкретном человеке, — констатировал Егоров. — Все верно. — Павел Федорович, ты на сто процентов прав. У меня есть такой человек на примете, помнишь, я прорабатывал писателю. — Ну, допустим, — уклончиво ответил начальник. — Я тут немного изучил, что он за человек, благо Евстигнеев успел достаточно наследить и в Ялте, и по дороге суда. И судя по тому, что на него есть, он тот, кто нам нужен. По дороге суда он вместе с товарищем Бубуном, депутатом Верховного Совета, хочу заметить, вывел на чистую воду двух поездных катал. Потом по приезду суда отыграл карточный долг случайной знакомой. При этом он еще и выиграл шесть тысяч рублей. К ним мы еще вернемся. — Это перспективно, — сказал Федоров. — Более чем. Но я еще не досказал. На этом подвиге писателя не заканчивается. Он самый настоящий член Союза писателей. Я делал запрос. — Отыгрывает еще один карточный долг на сей раз некоего Владимира Мухина, своего московского знакомого, поэта, который проиграл местным каталам квартиру. Но знаете, что самое интересное? Собеседники Болотина кивнули, побуждая того продолжать. Виктор Сергеевич выбил из пачки новую гильзу Казбека, закурил и ответил. — Помните, я говорил, что он выиграл шесть тысяч? Сразу после выигрыша он куда-то отправил эту сумму почтовым переводом. Я сделал запрос и буквально вчера узнал, куда. У меня в столе лежит папка с номером дела. — Павел Федорович, может, пошлешь дежурного за ней? Начальник Болотина кивнул, и через пару минут искомая папка лежала у него на столе. Виктор Сергеевич открыл ее, достал справку и сказал. — Евстигнеев перечислил весь свой выигрыш на счет детского дома, в котором он был воспитанником. — Именно последнее говорит мне о том, что он именно тот человек, который нам нужен. Следователь по особо важным делам молча придвинул к себе всю папку по Евстигнееву. Быстро, но при этом внимательно Болотин видел, как двигаются его глаза, прочитал все, что в ней было, и сказал. — А вы правы. Он именно тот, кто нам нужен. — Глава вторая. — Вы знаете, что-то мне совсем не хочется с вами разговаривать, тем более о картах, — отвечаю я. — А придется, молодой человек. Из внутреннего кармана пиджака появляется удостоверение, корочка раскрывается и закрывается так быстро, что создается впечатление, что этому трюку товарищ обучался специально. — Федор Михайлович, — слышу я знакомый голос, а потом и вижу, как ко мне подходит уже знакомый мент. Болотин, кажется, его фамилия. — Не ломайте комедию и садитесь в машину. Нам нужно с вами поговорить. — Делать нечего. Это приглашение, от которого трудно отказаться. Поэтому я тушу сигарету и ныряю в салон 21-й Волги. — И о чем же хочет поговорить со мной наша доблестная милиция? — Спрашиваю я, когда машина трогается. Никаких грешков за мной нет, и чувствую я себя спокойно. — Давайте мы лучше приедем на место и поговорим в более спокойной обстановке, — отвечает Первый. — Как его зовут я, кстати, так пока и не знаю. Фокус с Ксивой не дал толком прочитать ее содержимое. — Воля ваша. Дорога по ночной Ялте занимает у нас не очень много времени. Минут десять. Ялтинская прокуратура. Все странше и странше, как говорила Алиса. — Виктор Сергеевич, любезный, будь другом и сделай нам кофе. Говорит тот, который пригласил меня. Время нынче позднее. Разговор с товарищем Евстигнеевым нам предстоит долгий. — Да, конечно, Олег Петрович, сейчас. Очевидно, это кабинет Болотина. Никто другой так спокойно и со знанием дела не мог орудовать в нем. Следователь подходит к несгораемому шкафу, достает оттуда жестянку с днепропетровским растворимым кофе. К открытию завода по его производству я написал небольшую повесть и хорошо знаю как внешний вид упаковки, так и вкус продукта. Пока что он был неплохим. Вслед за банкой кофе на свет божий появляются стаканы в подстаканниках, электрические чайник и сахарница, внутри которой ожидаемо оказывается кусковой сахар. Не фальшиво белые кубики, а просто советские, желтого цвета, и которые еще вручную надо откалывать от большой головешки. Лет через тридцать это будет уже экстримом, но вкус этого сахара я помнил. Он был очень хорош. «Давайте знакомиться еще раз», — говорит незнакомец, пока Болотин ввозится с кофе. «Меня зовут Олег Петрович Федоров, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры СССР. Снова достает свои документы, и я изучаю их более подробно. «Кто вы такой, я уже знаю». «И кто же я, по-вашему?» «Писатель, талантливый карточный игрок и правильный советский человек». «Как-то второй с третьим не сочетается. Вы не находите, Олег Петрович?» «Нет, ничуть. Все зависит от того, из-за чего и для чего вы брали в руки карты. Первый раз, когда вы попались в поле зрения крымской милиции, вы помогли разоблачить банду карточных шулеров. Если бы им попались не вы с товарищем Бубуном, то, скорее всего, какой-то простой советский человек, который поехал в Крым отдыхать, приехал бы в Симферополь без штанов. Плюс еще и наших продажных коллег вывели на чистую воду с вашей помощью. Второй раз вы играли с шулерами, чтобы выручить попавшую в беду девушку. А третий раз, чтобы помочь своему приятелю. Ну и, как вишенка на торте, ваш денежный перевод детскому дому. Так что я уверен, что вы правильный человек и правильно воспримете мою просьбу. Вот как. Что ж, слушаю вас очень внимательно, — отвечаю я. В это время как раз подоспел кофе. Я дую на обжигающий горячий напиток, отказываюсь от сахара и, видя, что на столе стоит пепельница, достаю сигареты. Можно? — спрашиваю. Болотина, и тот кивает. Конечно, курите. Давайте мы вам сначала покажем кое-что, — говорит Федоров и смотрит на Болотина. Тот снова кивает, достает из сейфа несколько толстых папок, и передо мной один за другим появляются снимки. Они сопровождаются монотонными объяснениями Федорова, от которых становится жутко. Жутко не от того, что какие-то ублюдки охотятся на катал. Вовсе нет. Это как раз можно понять. Карточный мир в его советском варианте — это всегда яркий ночной фонарь, на который слетаются далеко не мирные мотыльки, а самые настоящие кровососы. Жутко мне стало от того, с каким хладнокровием убийцы расправлялись с совершенно случайными людьми, вся вина которых заключалась только в том, что они оказались не в том месте и не в то время. Этой жестокости они мне напомнили легендарную черную кошку братьев Вайнеров. Те тоже резали и стреляли людей почем зря. Рассказ Федорова закончился, и мы втроем пили уже подостывший кофе и в полной тишине курили. Сигарета в руке следователя по особо важным делам обожгла ему пальцем, скурил ее до фильтра. И Федоров снова заговорил, теперь уже обращаясь ко мне. «Как видите, Федор Михайлович, это звери, а не люди. И нам нужна ваша помощь. Помощь советского человека и мужчины. Мы с уверенностью можем сказать, что эта банда все еще в Ялте. Они слишком мало по сравнению с предыдущими случаями взяли, Так что обязательно попробуют еще раз. Подождите, товарищ Федоров. Вы хотите их ловить на живца? Догадываюсь я. И им буду я. Верно. Очень точно охарактеризовали свою роль. Именно что ловить на живца. Вы знаете, товарищ Федоров, Я, конечно, очень ценю вашу откровенность и то, как вы меня охарактеризовали, Но это для меня слишком. Я простой советский писатель. Наверное, и не бесталанный, и даже в какой-то степени смелый, Но то, что вы предлагаете, это чересчур. Очень сильно чересчур. Я не готов к подобному, и мне просто страшно. А страх в подобном деле самый хреновый помощник. А ты, Федя... Внезапно Федоров переходит на ты. Думаешь, нам во время войны страшно не было? Ты думаешь, это у меня откуда? Он машет перед моим лицом своей искалеченной рукой. Я же в разведке служил, начиная с финской и заканчивая квантуном. Меня и финны под Выборгом резали. И немцы под Могилевым из огнемета жгли. Как ты думаешь, мне в июне сорок четвертого было страшно? Когда я с прострелянными ногами и сожженной рукой оберштурмфюрер СС к нашим тащил. Из моей группы тогда трое остались. Я, Вася Филинов и Пашка Птицын. Два совсем молодых пацана, младше тебя. Думаешь, им не было страшно? Думаешь, Вася, руки не тряслись и губы не белели, когда ему приказал остаться и задержать чуть ли не пехотное отделение. Одному задержать этих сук и дать нам время было ему страшно. Еще как было. Вася знал, да и я тоже, что на смерть он идет. Однако он только попросил гранаты ему оставить и запасные магазины к Шмайсеру. И думаешь, мне уже после войны не было страшно ехать к его матери, которая на войне четырех сыновей потеряла, и говорить, что это я приказал ему умереть? Голос Федорова сорвался, и Болотин подал ему воды. Я молча смотрел, как движется кадык этого уже немолодого мужчины. И ты сейчас, умный, молодой, здоровый мужик, рассказываешь мне о страхе. О страхе перед кем? Перед кучкой нелюдей, перед выродками, которые убивают тех, кто должен, просто обязан еще жить и жить, жить, любить детей, растить. Да этих сук давить надо, давить так, чтобы их гнилые кишки лезли через их поганые рты, давить так, чтобы другим неповадно было даже думать о том, чтобы поднять на наших советских людей руку. Ох, а ведь этот Федоров настоящий фанатик, и он все еще воюет. Только враги у него теперь, другие враги другие, а отношения к ним все тоже. И пускай слова он говорит правильные, и внутри я с ними полностью согласен, все равно такое чувство сейчас, что меня вербуют. Вот все эти разговоры о страхе похожи на детскую разводку на слабо. Как в этой ситуации отказаться? Но за всю свою долгую и непростую жизнь я убедился, если чувствуешь, что на тебя давят, тобой манипулируют, то первым делом надо уйти из-под этого давления, принимать решения надо с холодной головой, особенно такие, когда той самой головой рискуешь. — Федор, ты вообще меня слушаешь? — возмущается важняк. — Простите, резко вздергивая голову, словно ненароком задремал. — Слушаю, конечно. Выродки давить надо. — Вы меня простите, пожалуйста, Олег Петрович. Я понимаю, что дело важное и безополагательное, но я двое суток не спал почти, помогал товарищу Бубуну к регате подготовиться, после на банкете выпил немного. Голова сейчас пустая, как свисток. Я не отказываюсь ни в коем случае, но позвольте мне выспаться сначала, а затем мы бы с вами этот разговор продолжили. Сейчас из меня все равно ничего разумного не добьетесь. Хоть даже в камеру помещайте, только отдохнуть позвольте. — Зачем в камеру? — хмурится Федоров. — Что вы такое наговариваете, товарищ писатель? Сейчас вас в гостиницу доставят, отдыхайте сколько угодно. А после мы продолжим беседу. После моего эффектного задержания мне пришлось сменить скромный, но уютный флигель на гостиничный номер. Молчаливый водитель довез меня к подъезду, а вид черной волги отбил у дежурной желание отчитать меня за нарушение режима. Ведь приличный советский человек должен возвращаться в гостиницу до 23.00 никак иначе. Уже утром, приняв душ и тщательно побрившись, я выхожу на улицу, шагаю к кафетерию с открытой верандой под зонтиками и заказываю кофе. Крымский кофе — это отдельный разговор. Если на всей остальной территории необъятной страны этот напиток — дань чуждой, подозрительно похожей на буржуазную моде, то в Крыму он автохтонный, сохранившийся еще со времен турецкого владычества, бесстыдно ароматный и бескомпромиссно крепкий. Когда первый глоток прогоняет из моей головы легкий похмельный туман, я начинаю рассуждать. Если раньше я не верил ни в какую мистику или упругость мироздания, которая раз за разом возвращает меня на путь игрока, то сейчас самое время задуматься об этом всерьез. Меньше чем за сутки я получаю сразу два предложения, которые не дают мне порвать со своим опасным увлечением. И если первое со стороны Юра Дессита я отверг легко, практически не задумываясь, то второе зацепило меня куда серьезнее. И дело даже не в долге каждого советского гражданина помогать правоохранительным органам. Они же мне еще и фотографии показали. Остальных я не знал, а вот адмирала, его помощников, спортсмена и фальшивого баритона, а также длинноносая Жанна узнал сразу. Они явно не были хорошими людьми, но они не заслужили такой смерти. Тут действует, говоря, языком современности полной отморозки. Те, для кого жизнь — копейка, остановить их благое дело с точки зрения не только закона, но и совести. Так почему же я не ответил с согласием сразу? Неужели испугался? Я что, трус? Никто не смеет называть Марти Макфлая трусом. Стоп. Это из истории о другом попаданце. Хотя, как ни крути, характерами мы похожи. Получается, что я покупаю себе спокойную жизнь ценой жизни других людей. Никогда не мог просто отстояться в стороне, когда кто-то другой рядом подвергает себя опасности. Так что товарищи из прокуратуры меня верно просчитали. Настолько, что аж противно. И все же, что меня в этом случае смущает? — Да только то, пожалуй, что план — это их, а не мой собственный. Сколько раз в фильмах обыгрывается одна и та же ситуация. Герои, которые выступают в роли подсадной утки, все заверяют наперебой, что его жизнь в полной безопасности. И все вокруг приглядывают за каждым его шагом. Потом героя убивают, и все вокруг размахивают руками и говорят «Ах, ах, 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 как же так, как же мы облажались!» Только мне потом на их запоздалые муки совести будет наплевать. Мне нужен живой Федя Евстигнеев здесь и сейчас. Так что весь их план внедрения в среду может гореть синим пламенем. Пускай они профессионалы, а я дилетант, но мне моя личная дилетантская рубашка ближе к телу. И о собственной безопасности я, уверен, смогу позаботиться надежнее, чем товарищи в погонах. Тем более, что путь внедрения у меня есть и значительно лучше, чем у официальных каналов. Вариант сильный. Можно сказать идеальный. Я почти уверен, что та самая игра века, поучаствовать в которой Юра меня уламывал, с гарантией привлечет убийц. Я для них стану не просто подсадной уткой, а целым рождественским гусем, фаршированным денежными купюрами. Вот только эту дверку я сам за собой закрыл. Мое «нет» прозвучало весьма серьезно и аргументированно. А вот да, сказанное на следующее утро прозвучит, мягко говоря, легковесно. Они ведь могут и по новой меня начать проверять, выяснять, что же за обстоятельства такие появились в моей жизни, что я мнение поменял на сто восемьдесят градусов. А мне такое пристальное внимание к своей персоне после знакомства со следователем-вожняком совсем ни к чему. Так что может повлиять на мое решение? Что-то такое, что покажется ялтинскому шулеру Юре достойной причиной. Другими словами, зачем простому советскому человеку нужны деньги? Внезапная болезнь и необходимость операции для кого-нибудь из родственников? Так сирота я, а сам здоров как бык. И нет в моем окружении никого, ради чего здоровья, я был бы готов в лепешку расшибиться. Тем более, что медицина сейчас бесплатная. Разве что лекарства могут понадобиться импортные, но тут опять же проверить легче легкого. Квартира у меня в столице имеется на зависть многим. Жилищные проблемы решать не надо. Автомобиль какой-нибудь? Новый автозавод в Тольятти буквально в позапрошлом году начал выпуск русифицированного Фиата 124 под гордым названием «Жигули». На непривычно комфортную машину по-прежнему смотрят, как на диковинку. На средний советский регион таких приходится всего пара-тройка десятков. «Жигули» — это показатель полного жизненного успеха, причем личного, а не служебного. Там по-прежнему свою нишу держат «Волги». Но автомобиль так просто и скоропостижно не купишь. Надо в очереди отстаивать. Этот процесс рискует растянуться на годы. Или какие-то хитрые схемы мутить через комиссионные магазины. Да и опять же, с чего мне в командировке вдруг вынь да положь может понадобиться новый автомобиль. Это я в столице могу переживать по этому поводу. А в командировке, на отдыхе зачем? Нестыковка выходит. Шубами хабриллианты? Это уже ближе к теме. Парень я молодой, впечатлительный. Отчего бы мне не влюбиться в местную красавицу так, чтобы без памяти. А моей избраннице при этом не оказаться меркантильной особой, которая не чужда мерзких благ и которая будет с перспективного парня деньги тянуть. А мне, соответственно, эти самые деньги понадобятся в больших количествах. Так-так, я чувствую, что в своих размышлениях нахожусь на верном пути. Решительно встаю и направляюсь на Пушкинский рынок. Место это прекрасно сразу несколькими обстоятельствами. Во-первых, отсюда близко практически до всех ключевых точек города. И до набережной, и до автовокзала, и до Приморского парка. В 2000-е безжалостно застроенного высотками с панорамными апартаментами, а сейчас просторного и цветущего. Во-вторых, тут сходятся маршруты практически всех городских автобусов. Если куда-то нужно уехать, проще всего это сделать отсюда. В-третьих, он не слишком известен приезжим, зато его обожают местные жители. Ялтинцы именуют его не иначе, как Спартак, по находящемуся поблизости кинотеатру. Если вам нужно приобрести свежих помидоров, душистой зелени, медово-сладких абрикосов, починить ботинки или укоротить штанины брюк, ваш путь лежит на Спартак. За цветы приходится отвалить целых 10 рублей. Зато за эту сумму я становлюсь обладателем семи прекрасных темно-бордовых роз. «Ни один девушка не устоит», — комментирует мою покупку горбоносый продавец. В здании филармонии мой букет срабатывает лучше любого пропуска. Внутри пахнет пылью, побелкой и старым деревом. Почему-то именно такой запах всегда стоит в театрах, дворцах культуры и домах пионеров. В детстве мне казалось, что именно так пахнет искусство. В коридорах филармонии полно детворы. Очевидно, закончился какой-то утренний спектакль. Хотя нет, не закончился. Выходить никто не собирается, вероятно, антракт. Без всякого почтения открываю дверь с табличкой «Не входите для персонала» и шагаю за кулисы. Пришел я, откровенно говоря, на удачу. Считаю, что отрицательный результат — это тоже результат. Меня с букетом увидят, к расспросам прислушиваются, а после пойдут гулять слухи, которые мне только на руку. Но мне везет. Между сценой и гримерками, как оголтелые, носятся барышни в желтых трико и такого же цвета жестких юбках, похожих на балетные пачки с кокетливыми красными косынками на голове. Проявив немного фантазии, я признаю в них цыплят. Мужчина с тонкими усиками в тирольской шляпе и костюме с преобладанием рыжих тонов курит возле закрытого занавеса, украдкой выдувая дым за кулису. «Не подскажете?» «Бельскую. Как найти?» — подхожу я к нему. Он с любопытством заглядывает в мой букет и молча тыщет в сторону гримерки. Захожу туда. Аллочка сидит в одном из кресел, на которых цыплятам, словно на конвейере, поправляют кучерявые белые парички. «Евсегнеев!» — удивляется Аллочка. «Ты что, обалдел? Мне через две минуты на сцену!» «Алла!» — говорю я, становясь на одно колено. Шум в гримерке волшебным образом затихает. Абсолютно все взгляды устремляются на нас. Пухлая женщина, вероятно, костемерша, то ли с испугу, то ли от нетерпения, щелкает ножницами. На нее сердито шикают. «Алла!» — говорю я в наступившей тишине. «Я прошу твоей руки и сердца, будь моей женой!» «Евсегнеев!» «Ты что, пьян?» — обалдевает она. Я склоняюсь к девушке, целую ее в щеку и наклоняюсь к уху шепчу. «Радуйся, дура, это все по плану!» Глава третья. «Федя, мне здесь ничего не нравится. Сделай что-нибудь!» Аллочка надувает губки, всем своим видом показывая, что она очень недовольна. «Это же не настоящие камни, я вижу! А ты обещал мне рубины! Сделай с этим что-нибудь, Федя!» «Милая, может быть, ты все-таки выберешь себе что-нибудь?» «Нет!» — я вскидываю руки в защитном жесте. «Если тебе не нравятся кольца и сережки, то к свадьбе мы найдем то, что тебе подойдет. Но, может быть, браслет или подвеску с цепочкой. Вывери себе что-нибудь, а я пока поговорю с товарищем-заведующим». Мы так громко и старательно изображаем богатых молодых бездельников, а их есть и в Союзе, что все посетители ювелирного магазина, куда мы с Аллой зашли, в курсе того, что у меня денег куры не клюют, а Алле нужны украшения не как у всех. А мажоров нигде не любят, а таких тем более. Вон та молодая парочка, парень, у которого на лице написан «Тяжелый рабочий день за рычагами трактора». Ну, не только на лице, конечно, в основном об этом говорят руки, и его невеста фигуристая, но при этом простовато одетая девушка нас уже тихо ненавидит. Я вполне могу представить сценку двадцатилетней давности. Мы в роли стиляка, а не народных дружинников. Вот буквально вижу я нечто подобное. Зав магом, очень подвижный человечек, с характерным именем и фамилией Яков Соломонович тоже кое-что видит. Он уже двадцать минут не слышны тени, нарезает круги по магазину. Ожидая, что со вкусом одетый молодой человек, я, то есть, прекратит заниматься ерундой и приступит к делу. Что ж, наверное, пора. Мы уже достаточно пустили пыли в глаза, пора делать следующий шаг. Ну что, молодой человек, выбрали что-нибудь? Голос у этого повелителя ювелирного дефицита чарующий и приятный, как и внешний вид. Весь он такой располагающий и, безусловно, заслуживающий доверия. В общем, хороший человек. Такой хороший, что нужно, но просто необходимо. Прямо сейчас просто так дать ему рублей двадцать. А лучше пятьдесят, а лучше сто. Что молчится? Для такого хорошего человека ничего не жалко, тем более какой-то там ассигнации Государственного банка СССР. Как не дать, когда перед тобой такой хороший человек? Да вот, товарищ заведующий, никак не можем выбрать обручальное кольцо для Аллочки, вздыхаю я. Девушка чуть ли не шипит на меня, и я тут же добавляю. На самом деле проблема не только с обручальным кольцом. Аллочка у меня настоящая русская красавица, сказочная царевна. Это, кстати, чистая правда. Девка она что надо. Там, где нужно, у нее много, а где не нужно, совсем ничего. Но во всем Крыму мы не нашли ничего, что было бы достойно украсить ее платье к нашей свадьбе. Вы же нам поможете. Говорю я и кладу на прилавок свернутую сотню. Кладу, как бы не взначая, случайным движением руки. Надо отдать должное Якову Соломоновичу с реакцией. У него все в порядке. Раз, и все, что было ваше, стало наше. Конечно, Федор. Его губы расплываются в улыбки. Как вас по-батюшке? — Федор Михайлович, — говорю я. — Да, Федор Михайлович, вы обратились к тому, кто вам нужен. Дайте мне секунду. Говорит этот прохиндей и тут же буквально кричит Лариса. — Лариса! Покажи, пожалуйста, девушке товар из нашего последнего поступления. — Иду, иду, Яков Соломонович! Также практически кричит Лариса, которая еще секунду назад показывала обручальные кольца из классического советского золота. Желтого и на вид устаревшего лет этак сорок назад невесте тракториста. — Если что-то подошло, то оплачивайте на кассе и щеком подойдете ко мне. Говорит она, убирает украшения и подскакивает к Алле. — Пойдемте, девушка, я вам все покажу. Надо же, это мы, раз монументальной прической, умеет улыбаться. Правда, смотрится это скорее отталкивающе. У нас есть замечательные подвески с рубинами и браслеты с этими же камнями. Вам очень подойдет. Видно, что Аллочка в хороших руках. А я, влекомый Яковом Соломоновичем, иду в служебное помещение ювелирного магазина, в кабинет заведующего, если быть точным. — Итак, Федор Михайлович, — начинает завмаг, — когда мы оказались в его кабинете. Я так понимаю, что вы хотите по-царски одарить свою невесту. — Вы очень точно охарактеризовали мою проблему, Яков Соломонович. Да, хочу. Охвальное желание. Ваша невеста очень эффектная девушка. Такой красавице действительно нужно самое лучшее. — И у вас оно есть самое лучшее? — Да, да, и еще раз да, тысячу раз да, молодой человек. Вот, смотрите. Яков Соломонович подходит к стене своего кабинета, отодвигает в сторону репродукцию репина, за которой обнаруживается сейф. Пара секунд, и вот я уже смотрю на горку камней, которые ни с чем не спутаешь. — Вот, якутские алмазы с рудника удача лучшие в стране. И не подумайте ничего дурного. Все официально. У меня все бумаги на эти камешки имеются. Уверен, что ваша избранница вполне достойна этих камней. — Я тоже так думаю, Яков Соломонович. А что насчет металла? Я, знаете ли, считаю наше обычное золото слишком вульгарным и кричащим. Уж простите, но ассортимент вашего магазина больше подойдет артистам театра «Ромэн», чем моей невесте. — И здесь я с вами согласен, Федор Михайлович. Сразу видно, что вы специалист в ювелирном деле. Конечно, к этим камням нужно белое золото, как иначе. — Да, я думаю, белое золото — это то, что нам нужно. — Тогда давайте сделаем так. — Так, прямо сейчас составим договор на... Мой собеседник задумывается и спустя секунду продолжает. — На два обручальных кольца. Вашей невесте с бриллиантом, а вам, допустим, с инкрустацией. Будет очень сдержанно и солидно. — Устроит? — Вполне, — отвечаю я и хлопаю себя по карманам пиджака. Захмак все правильно понимает, и через секунду передо мной хрустальная пепельница, запечатанная пачка мальбора и бензиновая зажигалка. Мы оба закуриваем, и пока отдаем должное американскому табаку он продолжает. — Отлично. К кольцам я бы посоветовал. Серьги с такими же камнями, браслет и колье. Конечно, внешний вид изделия мы с вами еще обсудим, так что ваша невеста точно останется довольной. Как вам? Устраивает такой вариант? — Вполне, — снова отвечаю я, чувствую себя попугаем. Сколько это будет стоить? Хотя бы ориентировочно. Так, давайте посчитаем. Яков Соломонович возводит очи горея и начинает в уме считать, беззвучно шевеля губами. На круг выходит десять с половиной тысяч. И это, делаю паузу, хорошая сумма. Даже очень. За эти деньги Волгу можно купить. Ну, так и камни какие. Федор Михайлович лучшие. Не то, что на полуострове, во всей республике вы лучше камней не отыщите. Полгода назад Зыкина концерт давала в Ялте, и ей поклонники преподнесли колье из братьев наших с вами красавцев. А вот это очень серьезная рекомендация. Людмила Георгиевна сейчас на своем карьерном пике, и что не секрет, любит драгоценности до потери сознания. Ни слова больше. Меня все устраивает. Могу я ставить задаток? Конечно, конечно. Федор Михайлович, сейчас составим договор. Сами понимаете, камни и золото — это товары строгой отчетности, и я вас отпущу. Сколько вы готовы внести прямо сейчас? Тысячи будет достаточно? Или будет лучше, если я заплачу больше? Нет-нет, что вы! Этого более чем достаточно! Ну вот и все! Говорит он через десять минут. Все готово! Пойдемте в кассу! Яков Соломонович вравато оглядывается, а потом достает из ящика плоскую бутылку курвазье и что-то завернутое в фольгу. Через мгновение кабинет заполнил запах совершенно шикарного балыка. Хоп! А вот и коньячные стопки дополнили на терморт. Давайте по маленькой. За такие камни и ваше будущее семейное счастье грех не выпить. Полностью с вами согласен, Яков Соломонович. А вот только дураки говорят, что курвазье пахнет колопами. Он пахнет так, как и должен пахнуть напиток, носящий гордое имя коньяк. И вдвойне дураки те, кто считает, что этот благородный напиток нужно закусывать шоколадом или, не дай бог, николашками. Записывайте. Если под рукой нет ручки и бумаги, то запоминайте, мясо и только мясо. А лучше горячее, но и хороший продукт горячего или холодного копчения тоже подойдет. Этот балык был именно такой. Одной мы не ограничились, и я спрашиваю у моего нового знакомого. А может быть, вы поможете и с гардеробом на свадьбу? Наверняка у вас есть нужные люди. И еще пара червонцев меняет своего владельца. Ни слова больше, Федор Михайлович. Я все понял и все сделаю. Яков Соломонович снова наливает, щелкаемся, а потом выпиваем. Он цепляет вилкой ломтик буженина и пока набирает номер, отправляет его в рот. Нелли? Это ты, Золотца? Да, ты меня узнала, солнце мое. Сделай мне приятно. Сейчас к тебе приедут два совершенно замечательных человека. Мой добрый приятель Федор и его невеста Аллочка. Ты бы ее видела. Девочка, конечно, не так хороша, как ты, но она прекрасна. Вот как себе для них все сделай. Хорошо? Ты же моя хорошая. Все обнимаю. Потом он снова крутит диск телефона и снова говорит вот только совершенно другим тоном. Да, Ван, ты мне нужен через десять минут у магазина. Что значит, ты не можешь? Слушай сюда и делай, что тебе говорят. Я сказал, что ты мне нужен. Это значит, что ты бросаешь все свои дела и едешь сюда. Не заставляй меня звонить твоей матери. Вот, хороший мальчик, жду. Завмак кладет руку и говорит. Сейчас мы тут закончим, а потом мой племянник отвезет вас в салон для новобрачных. У него совершенно шикарная машина. Белая Волга кабриолет. И давайте так. Давид, после того, как вы отстреляетесь у Нелли, покатает вас по городу, а вы потом позовете моего племянника шофером на свадьбу. Договорились? Делайте свой маленький дешефт, Яков Соломонович. Улыбаясь, говорю я. Ну, а как иначе, Федор Михайлович, как иначе? Фальшиво вздыхает он. Хочешь жить? Умей вертеться. Мы выходим в торговый зал. Помимо залога на побрякушки с камнями, я плачу еще и за покупки Аллы. Еще пятьсот рублей, как корова языком слезала, и под взгляды полная яда. Мы выходим из магазина, садимся в кабриолет и едем в магазин для новобрачных. Там мой кошелек похудел еще на двести рублей, и на этом наш парад мещанства заканчивается. Наш транспорт, пафосный да оскоменный, даже для Ялты, гордо подкатывает к ресторану Южный. Такой оригинальный способ прибытия чудесным образом позволяет мне сэкономить пятерку на входе. Швейцар, увидев нас, от удивления вытягивается во весь рост и едва не отдает честь, дернувшись было пальцами к форменной фуражке. Совсем скоро. Все лавры окна в Европу заберет себе отель Ялта-Интурист, в самом названии которого присутствует чарующее и запретное заграничное содержание. Но это случится только через пять лет. Сейчас громадина недостроенного гостиничного комплекса нависает над городом, словно больной зуб. Пока иностранцев размещают в разных гостиницах, и в пафосной Орианде, и в чокурной Тавриде, и в загородной Украине. Но самое близкое место к гостям из зарубежья – это гостиница Южная, прямо возле порта. Ялта – это не только курортный город, но и морской порт. Здесь часто бывают иностранные моряки и зарубежные специалисты, которые, несмотря на свое идеологически чуждое происхождение, пользуются заметными привилегиями по сравнению с местными гражданами. С одной стороны, для них нужно показать все достижения социализма в лучшем свете. Они должны или проникнуться нашими идеалами, или по меньшей мере страдать от черной зависти, чтобы потом рассказать всему миру о том, как хорошо жить в СССР. С другой стороны, как заботливые хозяева, мы должны создать для приезжих иностранцев благоприятные условия. Ведь, вероятно, без импортной музыки, алкоголя и некоторых других радостей жизни, они не проживут и недели. И, конечно же, нашей стране нужна иностранная валюта, как на государственном уровне, так и для отдельных представителей, далеко не всегда чистых на руку. Именно поэтому вокруг этих гостей, словно стаи пестрых тропических рыбок, некоторые из которых вполне зубастые, кружат различные представители мелкого курортного криминалитета. Конечно, особо опасных элементов суда не пустят. Жизнь и здоровье иностранных гостей защищены так же, как и жизнь членов политбюро. Но фарцовщики, валютщики и девушки с пониженной социальной ответственностью чувствуют себя здесь вольготно. Почему их деятельность никто не пресекает? Это секрет Полишинеля, известен всем современникам. А вот чуткие души потомков могут его и не перенести, и поэтому я лучше промолчу. Уже от входа я замечаю две компании девушек, внешностью неуловимо напоминающих Аллу. Они также ревниво оценивают мою спутницу, но успокаиваются, услышав из моих уст русскую речь. На их добычу никто не посягает, а соотечественников они милостиво предоставляют другим. Далее я вижу пару мужчин в блестящих нейлоновых полосатых рубашках с хитрыми взглядами, а в глубине заведения замечаю большую и, кажется, уже несколько пьяную компанию в дорогих импортных костюмах, несмотря на теплую погоду, а одного даже в кожаном пиджаке с водолазкой под горло. «А ты мне случайно не оставишь это колечко?» С надеждой в глазах спрашивает Алла, добавляя. «Или это тоже часть нашей конспирации?» «Это, конечно, для конспирации», — отвечаю я. «Но его я, конечно, тебе оставлю». Алла порывистая и бурно обнимает меня и, не сдержавшись, целует в губы. Девушки за соседним столиком, видя такую картину, окончательно успокаиваются и перестают шептаться на наш счет. «У вас, случайно, нет Хереса производства совхоза имени Ковпака?» — решительно спрашиваю у официанта. «Нет, но у нас есть очень качественный Массандровский». Немного смущаясь, отвечает он. «Что за халтура?» — недовольно замечаю я. «А что у вас вообще есть из ВИН совхоза имени Ковпака?» Официант еще больше смущается. «На самом деле у нас ничего оттуда не имеется, но это просто безобразие». Возмущаясь, сделая своему новому крымскому знакомому рекламу. «Я слышал, что весь командный состав Черноморского флота предпочитает исключительно Ковпаковский Херес». «Ну ладно, принесите тогда Массандру. За Хересом следует любимая Аллочка Новосветская, шампанское и коньяк для меня. Мы ведем себя шумно, много пьем и мало закусываем. В общем, действуем по уже отработанной схеме. Когда зал заполняется и начинаются танцы, моя спутница приступает к стрельбе глазами в сторону мужчин в полосатых рубашках. Но те, ловя призывные намеки, скромно опускают глаза. Их бизнес, скорее всего, не предполагает шума, а тем более знакомство с барышнями в присутствии их нетрезвых кавалеров. Валютчики, скорее всего. А возможно, фарцовщики, скупающие у моряков презервативы или дамские колготки. Тогда она переключается на мужчин в элегантных костюмах, и ее охота становится гораздо успешнее. Выйдя покурить минут на десять, я, вернувшись, вижу ее танцующей с кожаным пиджаком. Подхожу к ним и с чувством глубокого удовлетворения прописываю ему по физиономии. Только в последний момент успеваю подумать, что компаний из четверых человек для потасовки все же многовато. К счастью, милиция прибывает так быстро, словно наряд дежурил прямо за выходными дверями. Не удивлюсь, если так оно и было. — Ваша фамилия, имя, отчество? — спрашивает у меня усталый лейтенант. Ночка у него сегодня бурная, КПЗ полным-полна. Ведь при его работе надо не просто пьяниц и дебоширов фиксировать, но и проявлять дипломатичность. Мало ли кого по курортным ресторанам наловят. Тут в вытрезвителях и армейские чины случаются, и народные артисты. Так что вести службу надо с пониманием момента. А то останешься в лейтенантах до пенсии, но уже в местах с худшим климатом. — Евстигнеев Федор Михайлович, — говорю, — передайте своему руководству, что я прошу встречи со следователем Виктором Сергеевичем Болотиным. — Знакомствами козыряете, гражданин Евстигнеев, — хмыкает лейтенант. — Пожалуйста, пригласите Виктора Сергеевича. От всех дальнейших вопросов я отказываюсь и твержу эту фразу с монотонностью провалившегося резидента, повторяющего «требую консула». Лейтенант даже решается на меня немного повысить голос, но потом расписывается в собственном бессилии, и меня снова помещают в камеру постепенно пустеющую. — Болотин появляется только утром. Очевидно, раньше его будить не решились и поставили в известность только по появлению на рабочем месте, в отличие от меня, который всю ночь ворочался на узкой деревянной шконке. — Ты на себя смотрел? — хмуро интересуется он. — Что, совсем плохо? — спрашиваю. Утром физиономия и вправду начинает болеть. Двинули мне всего пару раз, зато успешно. Кто-то из компании оказался боксером, так что сейчас у меня распухла губа, и я слегка шепелявил, а левый глаз плохо открывался. Ерунда зуба на месте, остальное зарастет. — Да уж, видок так себе. Кивает следователь и тут же начинает меня отчитывать. — Что ж ты, Федор Михайлович, меня перед старшими товарищами позоришь? Член Союза писателей. Москвич. Я о тебе, как о человеке высоких моральных правил рассказываю, а ты... Он открывает протокол и зачитывает. Устроил пьяный дебош, приставал к девушкам, ударил по лицу гражданина Твардлидзе. — Как-как, переспрашиваю? — Твардлидзе? И как вы его без запинка-то выговорили? И вообще это вранье. Девушка моя была, а он приставал. И не девушка даже, а невеста. — Какая, к черту, невеста? Откуда она у тебя взялась? Не разочаровывай меня, Евсигнеев. Начинает сердиться Болотин. — Ты что за цирк устроил? Ждешь теперь, что я тебя выгораживать буду? Люди часто сердятся, когда чего-то не понимают. — Это вы меня не разочаровываете? — Виктор Сергеевич, отвечаю. Неужели правда? До сих пор не сообразили. Хотите узнать, что было дальше? Перейдя по ссылке, вы сможете услышать продолжение книги. Перейдя по ссылку, выמה оверния. Дарья на важно. Перейдя по ссылке, полез. Перейдя по ссылке,ин respir,а healer. То, что Vidya, Landsатичник. Перейдя по ссылке, о соответствующийşеб, а назад. Чтобы он согласенzen, перейдя по ссылке, Продолжение следует...